И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзахедж, и я наконец-то вернулся и, собственно, снова готов снимать и радовать вас своими проектами. Но сначала, ребятки, так уж получится, что у нас с вами будет стрим. Правда, учитывая то, что многие из вас очень долго ждали, когда же выйдет серия по Майнкрафту, более того, под Свелс ДТ, я решил сделать вам небольшой подарочек. Ребятки, как вы думаете, что это такое? Я, в принципе, могу сделать вот так вот, для того, чтобы вам было, так сказать, интересней. И, допустим, написать здесь слово «Rabbit». Я думаю, что многие из вас знают, что кролики у нас с вами появились в Майнкрафте в версии 1.8. И, собственно, как вы можете видеть, у меня есть некое подобие NEI, правда, это не совсем NEI. Я хочу сделать что? Рано или поздно нам с вами, ребятки, придется все-таки перерезать на версию Майнкрафта 1.8. То есть, есть такое ощущение, что до 1.9 еще пока далеко, как я не знаю до чего. К сожалению, на 1.8.9 это последняя нормальная, как бы стабильная версия Майнкрафта на сегодняшний день. Тоже есть еще достаточно маленькое количество модов, но все-таки, наверное, с чего-то-то нам нужно с вами начинать. И я так подумал, что одному начинать будет скучно, поэтому, ребятки, это будет небольшой, очень небольшой публичный сервер для всех обладателей лицензии Майнкрафта под, собственно, патронажем Цвелс. То есть, называться он будет Цвелс 2 Паблик. В принципе, как он сейчас и называется. Кто на нем сможет поиграть? На нем смогут поиграть те люди, которые придут, соответственно, на стрим, который у нас с вами состоится завтра, в субботу, 23 января 2016 года, в 16 по Москве приблизительно часов. И, собственно, если у вас есть лицензия, и если вы мой подписчик, ребятки, это будет обязательное условие, к сожалению, вы сможете прямо зайти во время стрима на сервер и, собственно, здесь поразвлекаться со мной. Развлекаться мы с вами, ребятки, будем со следующими модами. Я их сейчас вам буду зачитывать прямо-таки по списку и, так сказать, по категориям. Сначала технические моды. На момент, собственно, когда у меня создавалась первая версия сборки Цвелс 2, у нас с вами здесь присутствуют следующие технические моды. Это, в принципе, сейчас, по-моему, ну, если не сказать, что все, то подавляющее большинство модов технических для версии Майнкрафта 1.8.9. Они, моды, сами по себе, большинство из них в альфа-версиях, поэтому, ребятки, скорее всего, сервер мы с вами уроним прямо-таки сразу, но попробуем это сделать все-таки немножко потом, да? Правда? Ведь постараемся же. Я надеюсь, что постараемся. Для любителей магических модов здесь у нас с вами будет стоять Abyssal Craft, Blood Magic, Towncraft 5 и Talismans 2. Собственно, то, что у нас сейчас есть под версию Майнкрафта 1.8.9, что касается магии. Больше всего в этой сборке будет с вами у нас, ребятки, утилитарных модов. Итак, что у нас с вами есть? Chest Transporter. Это штука, которая позволяет нам перемещать сундуки с места на место. MC Multipart. Теперь так у нас называется Forge Multipart. Он переименовался. И, насколько я понял, его делает сейчас другой человек. Ender Tanks. Это замена стандартным нашим Ender Tank'ом из... ну, как бы от Chicken Bones. Потому что, собственно, как вы видите, у меня даже NEI здесь нету. Это другой мод. Называется JEI. Just Enough Items переводится. Потому что, собственно, сам по себе NEI на 1.8 пока что не то. Не катит. Более того, его даже нет на версию Майнкрафта 1.8.9. Ну да ладно. На самом деле, JEI работает тоже весьма-весьма неплохо. У нас есть Ender Zoo. Я думаю, всем вам, ну или большинству из вас, знакомый. У нас здесь есть Extra Food. Это мод, который добавляет новую еду. В принципе, я пока не знаю, как, наверное, с половиной даже из этих модов играть. Потому что они все очень сильно изменились на версию Майнкрафта 1.8.9. Ну, узнаем скоро. Дальше у нас с вами есть Fancy Fluid Storage. Это такая замена тэнкам из Railcraft'а. Потому что самого Railcraft'а тоже пока еще нету. Fast Leaf Decay. Соответственно, для того, чтобы у нас с вами наши листочки опадали быстро. С деревьев. Кроме того, Glass Shards. Кстати, я даже сейчас это попробую. Мне, на самом деле, самому дико интересно, как же это будет работать. Возможно, мне нужно выйти из креатива. Game Mode 0. И, похоже, он не работает. Или с какой-то вероятностью у нас с вами... А! О! Эй! У нас с вами получились Glass Shards. В принципе, из них можно делать различные другие шарды. О, из них можно делать меч. Клево. Я думаю, обязательно разберемся. И, кстати, мы их можем заново переплавить в стекло. Что тоже весьма-весьма удобно, как мне кажется. Давайте я вернусь в креатив, для того, чтобы меня не мучил голод. Так, что у нас с вами есть дальше? У нас с вами есть Gravestone. Мод, который, соответственно, добавляет могилки, потому что Open Blocks'ов, опять же, нету. У нас с вами есть старый добрый Iron Chest. У нас с вами есть Just Enough Items. Это как раз вот эта вот штука, про которую я говорил. У нас с вами есть карта Johnny Map. Она тоже обновилась, она тоже работает. У нас с вами есть мод под названием... Я думаю, многие из вас знают этот мод. Собственно, единственное, что добавляет, такую вот замечательную штучку для тестирования на ней всяких там оружий и всего прочего. То есть, мы ее будем бить, она будет с вами показывать, сколько повреждений, собственно, ей нанеслось. Такая единственная штука, но очень удобная. У нас с вами есть Random Things в очередной его реинкарнации. То есть, он здесь снова не такой, как был на версии 1.6, и не такой, как был на версии 1.7. Что-то будет у нас с вами новенькое. У нас с вами есть Redstone Paste. Это, собственно, мод, который позволяет нам проводить Redstone-сигнал вертикально. То есть, наконец-то, можно будет такие вот делать штуки. В принципе, замена обычным Redstone-проводам, потому что другой альтернативы, опять же, сейчас у нас с вами нет. Security Mode. Учитывая то, что все-таки сервер будет, можно сказать, что публичным. Можно сказать, что целиком публичным. Так что, попробуем сделать что-нибудь такое, немножко безопасное. И Storage Drawers. Наши добрые, старые Storage Drawers. Они, в принципе, не поменялись. У нас с вами есть декоративные моды, как вы можете заметить, Better Follage. Я теперь к нему уже привык. И более того, этот самый Better Follage делает нам деревья немного более скругленными. Смотрите. Круглая береза. На самом деле, я сейчас нахожусь на спауне и здесь убиваю деревья, для того, чтобы вы не смогли их очень быстро здесь срубить и сразу начать развиваться. Ха-ха, я злой. Ну ладно, на самом деле, деревьев тут еще много. Кроме того, у нас с вами есть Better Rain. Я, правда, здесь сейчас, как только зашел на сервер, выключил дождь, потому что он здесь шел. Приятный модик декоративный тоже, который нам с вами делает дождь более реалистичным, но более приятным. Я бы сказал, он не так сильно бьет по ушам, как по мне. У нас здесь с вами есть совершенно замечательная штука под названием Chisels and Beats. Это, ребятки, я вам даже, наверное, не смогу показать, собственно, что это из себя представляет сейчас. Хотя, наверное, можно. То есть, грубо говоря, мы с вами можем взять любой блок из Майнкрафта и из него сделать что-то. То есть, мы можем из него сделать надписи, какие-то картинки. В общем, пиксел-арт. У нас для этого с вами есть некоторое количество таких вот чизлей. Кроме того, мы это дело можем копировать. Мы это дело можем как бы сами по себе биться. Вот эти вот маленькие кусочки камней можем скидывать в сумочку и так далее. Можем даже вращать при помощи ключа. Очень забавный декоративный мод. Показывать не буду. Дождемся стрима для тех из вас, кому интересно, что это такое. И, естественно, здесь есть чанк-аниматор, потому что я к нему уже привык. И он, благо, обновился на версию Майнкрафта 1.8.9. Правда, а, вот, вон они, мои чанки выплывают. Не знаю, зачем, но нравится он мне все-таки. Ничего не могу с собой поделать. У нас с вами здесь есть два мода, которые отвечают за хардкор. Это хардкор Дактус. Соответственно, наша темная темнота непроглядная. И в этот раз я решил сюда поставить реалистик торч. Что такое реалистик торч? Ваши факелы больше не вечные. То есть они через некоторое время выгорят, и вам придется его заменить. В принципе, это нужно для того, чтобы вы себе искали другие пути освещения. Единственное, что здесь пока, конечно, в плане техники немного, наверное, пути освещения. Но мы можем, по крайней мере, воспользоваться Глоустоном. Ну, как вариант. Или делать... О, кстати, слаймый остров. Или делать много-много факелов, чтобы их периодически менять. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Естественно, эта сборка как бы далеко не последняя. И, естественно, эта сборка даже близко не представляет собой новый Цвелс первый. На который я все еще как бы никого пока не пускаю. За редким исключением, когда провожу конкурсы. Ну, да ладно. На генерацию мира у нас здесь с вами стоит три мода. Это End Oars. Соответственно, добавляет наши обычные руды в End. Это Classic Oceans. Если мы с вами где-нибудь найдем океан, у него на его дне будет песок и глина. Что, в принципе, является как бы, наверное, более правильным решением. Вместо там всякого камня или чего там у нас на океанах на дне еще бывает. И я поставил исключительно ради развлечения вам, уважаемые игроки, Roglic Dungeons. Я, в принципе, небольшой любитель, как вы знаете, модов на данжи. Но решу, что ладно. Будут новые люди. Я думаю, что будет интересно поисследовать мир на 1.8. И почему бы не сделать это внутри красивых данжей из Roglic'а, допустим. На самом деле, Roglic Dungeons, это, по-моему, сейчас один из двух модов на данжи, которые у нас с вами присутствуют в этой версии для Майнкрафта. Кроме того, здесь есть служебные моды, которые позволяют нам с вами посмотреть границы чанков по клавише F9. Потому что эта штука была в Notting of Items, для тех из вас, кто не знает. Сейчас здесь для этого есть специальный мод. Называется Chunk Edge Indicator. У нас здесь с вами есть некое подобие Inventory Twix, но не Inventory Twix. Мы с вами сможем отсортировать себе инвентарь, нажав среднюю кнопку мышки. Правда, креативный инвентарь не сортируется. Называется он Simple Inventory Sorter. У нас здесь с вами есть Morpheus, для того, чтобы, если мы с вами будем в большом количестве играть на сервере, у меня есть 20 слотов. К сожалению, в 1.8 нельзя посмотреть, сколько здесь всего. Ну, слотов здесь у нас с вами 20 сделано. Соответственно, нужно это для того, чтобы, если половина игроков легла спать, чтобы у нас с вами привыкалась ночь и настал день. Потому что людей много, и я думаю, что не всем будет приятно ночью находиться на улице. И, естественно, у нас с вами стоит Вайла. Вот такая вот у нас с вами получилась первая сборочка. Я не хочу сказать, что это все моды на текущий момент, которые доступны для версии 1.8.9, но это, наверное, большая их часть. То есть, это больше половины. В принципе, всего у нас с вами получается в районе 52, по-моему, модов, не считая всяких там библиотек и всего прочего. Поэтому такая легковесная сборочка. Единственное, что я, ребятки, не могу попробовать ее запустить на 32-битной версии Java, потому что у меня нету 32-битной версии Java, и ставить мне ее, собственно, тоже резонно нет. Но, возможно, эта сборка потянет даже у тех людей, у кого нету 64-битных систем. То есть, многие из вас меня просили это сделать. Ребятки, это, к сожалению, не моя прихоть. Я не могу заставить моды кушать меньше памяти. Поэтому, если эта сборка вдруг пойдет на 32-битной системе с меньше, чем 4-мя гигабайтами оперативной памяти, я, собственно, за вас буду только рад. А всем, у кого 64-битка, тем и так, собственно, хорошо. Вот такой вот у нас с вами получился затянутый в этот раз анонсик. Но я должен был, собственно, рассказать про сборку. И, да, если вдруг сейчас кто-то из вас ренится на меня подписывать, ребятки, стоп. Подписываться на меня можно только во время стримов. Не надо этого делать сейчас, потому что... Ну, потому что не надо. Потому что вы не увидите нотификацию, я вас не поздравлю, и, собственно, ничего из этого хорошего не выйдет. Для тех из вас, кто не знает, что такое платная подписка на Твиче, советую сейчас это где-нибудь в Гугле почитать. И, соответственно, как обычно, ссылочка на мой Твич будет под... Точнее, в описании к этому видео. Ну что, увидимся с вами завтра в 4 часа по Москве. С вами был Зигзахедж. Надеюсь, что с вами поиграем в весьма приятный Майнкрафт. Счастливо, ребятки!